Это будет еще выгодно, а 22 в квадрате, деленное на 21 в квадрате, уже не выгодно. То есть увеличение вот в это количество раз меньше, чем увеличение 1 плюс r. То есть мое 1 плюс r, оно у меня зашито между двумя увеличениями. Между тем, что выгодно, и тем, что не выгодно. Правильно? То есть меня нагрузили куча информации про некий пенсионный фонд, который у меня каким-то образом бабло возводит в квадрат. Некая тенденция, что у меня будет происходить из года в год. У меня деньги на счету будут как-то увеличиваться. Во сколько раз, мне не сказано, я это должен в задаче сам понять. Итак, снова всем мой математический здрасьте. Меня зовут Станислав Морозов. И сегодня у меня для вас очередная сложная вкусняшка. В чем сложность? Сложность задачи в том, что она у меня из второй части ЕГЭ. Это пятнашечка. Задача то ли на оптимальный выбор, то ли на вклады. Давайте разбираться. Сложная она в том, что даже читая ее, решать ее как бы не хочется. Но давайте воспользуемся тем принципом, что слона можно съесть, если распилить его на маленькие части. И не всегда тот душ, по которому мы становимся теплый, сначала идет холодная вода. Да? Ристичка в глаз попала. Вот. Итак, значит, суть задачи вот она. Это аналог у меня ЕГЭ 2017 года. Но, к счастью, то ли к сожалению, в ЕГЭ по большому счету мало что меняется, кроме сортировки тем, кроме изменения порядка слов. Вот. А суть примерно одна и та же. То есть взяли несколько сюжетов. Это наблюдается не только мной, да, многими другими экспертами ЕГЭ. Берут одни какие-то сюжеты, то есть что-то хотят в нас проверить. Насколько мы компетентны в той или иной области. Наука, то есть образование наше, да, считает, что можно проверить каким-то образом, насколько человек готов и адаптирован к современным реалиям. Поэтому спрашивают, готовы ли, допустим, ученики, закончившие 11 класс, получать какие-то кредиты. Или же они и договоров читать не будут. Итак, погнали. Пенсионный фонд владеет ценными бумагами, которые стоят Т в квадрате тысяч рублей в конце года Т. Остановились? Подумали. В конце любого года пенсионный фонд может продать ценные бумаги и положить деньги на счет в банке. При этом в конце каждого следующего года сумма на счете будет увеличиваться в 1 плюс Р раз. Давайте что-то начнем писать. Значит, у меня есть ПФ и есть у меня банк. Значит, ПФ мне увеличивают сумму вообще вот так вот, да, то есть каждый год. Просто год этот возводится в квадрат. Не совсем мне кажется логичным, что существуют такие фонды, которые просто вот положил сегодня 2021. Давай мы тебе 21 тысячу в квадрат возведем. Но, тем не менее, задачу придумали для того, чтобы проверить, можем ли мы вообще втюхать в этот алгоритм, который они нам предлагают, который они нам пытаются втюхать, да. Значит, а банк нам все время увеличивает в сумму 1 плюс Р раз. В такое количество раз она сумма будет увеличена. Здесь в квадрат будет возводиться, а здесь в 1 плюс Р раз увеличиваться. Читаем дальше. Пенсионный фонд хочет продать ценные бумаги в конце такого года, чтобы в конце 25-го года сумма на его счете была наибольшей. Остановились, подумали, пенсионный фонд хочет что-то сделать выгодное, да, в конце такого, чтобы сумма была наибольшей в конце 25-го года. Расчеты показали, что для этого ценные бумаги нужно продавать строго в конце 21-го года. Расчеты показали, и вот это здесь, наверное, ключевое, да, то есть давайте я это помечу себе. Расчеты показали. Показали, что для того, чтобы в конце 25-го сумма была наибольшей, в конце 21-го нужно в конце 21-го года переложиться. То есть мне надо будет вот отсюда сюда строго с 21-го на 22-й. Так, значит, в конце 21-го года, то есть до 21-го года это будет у меня выгодным, а потом невыгодным. Что же это фактически означает? То есть вот у меня была какая-то сумма, например, там 30, да, 30 тысяч рублей. Значит, мне банк должен дать тогда 30 в квадрате, а следующая сумма будет у меня 31 в квадрате. Так вот, 31 в квадрате получается меньше, чем я 30 умножу, увеличу на вот это вот, на 1 плюс R, на какие-то вот здесь вот проценты. Теперь логика становится более-менее понятной. Значит, у меня получается, давайте я распишу, что у меня здесь. Первый год, единичка в квадрате, второй год, двоечка в квадрате, t, t, год, у меня здесь t в квадрате. То есть теперь изменения. Во сколько раз это изменилось? У меня ведь есть с чем сравнивать. В 1 плюс R раз там, а вот здесь у меня в какое количество раз из года в год увеличивается? Изменения, ну, очевидно, что t в квадрате на t минус 1 в квадрате. То есть в предыдущий год у меня здесь было t минус 1 в квадрате. Так? А потом стало t в квадрате. Вот мое изменение для любого года t к предыдущему году. То есть в предыдущий вот эту сумму возводили в квадрат, то есть увеличили в это количество раз. А банк увеличивает в 1 плюс R раз. То есть оказывается, 2 квадрата каких-то чисел могут относиться один к другому меньше, чем вот это вот. И мне расчеты показали, что это должно быть в конце 2021 года. То есть что у меня получается? Что в конце 2021 года, значит 21 в квадрате, деленное на 20 в квадрате, это будет еще выгодно. А 22 в квадрате, деленное на 21 в квадрате, уже невыгодно. То есть увеличение вот в это количество раз меньше, чем увеличение 1 плюс R. То есть мое 1 плюс R, оно у меня зашито между двумя увеличениями. Между тем, что выгодно, и тем, что невыгодно. Правильно? То есть 1 плюс R у меня меньше, чем 400, меньше вот этой суммы, но больше вот этой. Меньше вот этой. 21 в квадрате, деленное на 20 в квадрате. Но больше, чем 22 в квадрате, деленное на 21 в квадрате. И как ни странно, вот это вот и есть ответ. Ну только мне единственное, меня про R спрашивают. Поэтому мне надо будет здесь это все перенести. 22 в квадрате, это 400 плюс 80 плюс 4. По формуле сокращенного умножения я в уме могу любую сумму. В принципе, возвестность 484. А здесь у меня 441. 441. Минус 1. И вот моя R. А здесь 441. Минус 1. Ну давайте уже доведем до конца. Это у меня минус 41. Получается 3, 4. 43. 441. А вот здесь у меня 41, 400. Ну то есть смотрите, на самом деле что получается. Что вот это у меня меньше 1,10. А вот это больше 1,10. То есть если бы меня спросили, найдите целое число R, при котором это возможно. Я бы сказал, что это десятка. Но меня спросили вообще. Меня спросили, при каких положительных значениях R это возможно. То есть обобщили и вот это вот, и будет то, что я должен буду записать свой бланок с ответом. То есть вот правильный ответ. Давайте каратенечко еще раз. То есть меня нагрузили куча информации про некий пенсионный фонд, который у меня каким-то образом бабло возводит в квадрат. Да, то есть и приравнивает это еще и к году, в который он хочет это возводить. В первый год единичку в квадрат возведет вашу тысячу рублей. Ну даже свою тысячу рублей. Во второй год двоечку в квадрат возведет. Ну вот бог с ним. Дадим как бы скидку на то, что такие могут гипотетически быть пенсионные фонды, которые деньги в квадрат возводят. И получают не квадратные рубли, а обыкновенные. После этого у меня есть некая тенденция, что у меня будет происходить из года в год. У меня деньги на счету будут как-то увеличиваться. Во сколько раз, мне не сказано, я это должен в задаче сам понять. Что у меня на год в год Т, в год Т у меня следующая картинка. Это увеличение моего депозита, это Т в квадрате на Т-1 в квадрате к предыдущему году. То есть была сумма у меня 21 тысяча в квадрате. То есть 20 тысяч в квадрате, а стало 21 тысяча в квадрате. Так вот и расчеты какие-то показали, чтобы в конце 25-го года... У меня, кстати, 25-й год нигде и не используется. Он мне даже здесь и не нужен. Они как-то использовали это в расчетах. Да, какие-то банковские аналитики, что тогда строго в конце 21-го года надо продать. Но на самом деле, я не думаю, что там может быть после в 26-м картинка бы поменяется. То есть мне кажется, что с увеличением вот этого числа отношение квадратов будет все время уменьшаться. То есть здесь оно 4, после этого оно у меня уже 9 четвертых, потом оно у меня 16 девятых. То есть оно все у меня сокращается. Но очевидно, что вот это вот, оно у меня стремится к чему? Ну, наверное, к единице. То есть вот это отношение стремится к единице. То есть у меня эта прибыль сокращается и сокращается. А мне здесь дают четкий процент какой-то в банке. И вот этот процент, он может оказаться в какой-то момент выгоднее, чем простое вот это увеличение из года в год возводить эти деньги в квадрат. Ну и, соответственно, осталось только воспользоваться тем, что это в конце 21-го года расчета, значит в конце 22-м году это уже невыгодно. То есть здесь у меня выгодно, а здесь невыгодно. И это и есть ключ к нашему успеху, который нас ведет вот в такой простой подсчет нашего R. Надеюсь, было понятно. Как минимум, моим ученикам было понятно. Надеюсь, и вам тоже зайдет. У меня на этом все. Искренне желаю вам всех хороших и легких решений. И победы в непростом экзамене. Пока-пока.